Альхамду лилляхи роббил ааламин, вассалату вассаламу аля ашрафил анбия и вальмурсалин, набии на Мухаммадин, ва аля алихи вассахбихи, ва манихтада бихадихи и ля яумиддин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, дорогие братья и сестры. Рад вас приветствовать на нашем собрании. Сегодня мы решили, как говорится, немного разбавить контент и встретились с уважаемым нашим братом, шейхом Хамзе Альфар, подохранит его Аллах, это известный чтец из Иордании. И решили задать ему некоторые вопросы, которые мы ранее таких тем не касались. Я думаю, многим из вас эти вопросы понравятся и почитаете их интересными. Давайте сейчас поприветствуем шейха и начнем с дозволения Аллаха. Приветствуем вас, шейх Хамзе. Мы очень рады вашему участию в нашей передаче. Мы подготовили некоторые вопросы, связанные с Кораном и чтением Корана. Но перед этим нам хотелось бы узнать о вас побольше и задать некоторые вопросы на эту тему. Например, когда начался ваш путь чтения и заучивания Корана? Да почтить тебя Аллах! По милости Аллаха, я начал читать и заучивать благородный Коран еще в детстве, когда мне было где-то 7 или 8 лет. Я начал заучивать Коран в Марказе Умара ибн Аль-Хаттаба, в джам'ияту-ль-Мухафаза, Аль-Кур'ан Аль-Карим. После этого я перешел к шейхам и чтецам и брал у них уроки по книге Аллаха Табарака ва Та'але и стал звеном цепочки чтецов Корана, доходящей до посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям. Это цепочка чтецов Корана, когда, например, я беру у предыдущего чтеца, тот у предыдущего. И таким образом цепочка доходит до посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, потом до Джибриля, а затем до Господа Величия, джалля джаллялюху. Машаллах! А в каком возрасте вы закончили заучивание Корана? Я закончил заучивание Корана, когда мне было 13 лет. Машаллах! Аллаху мабарик! Последним я заучил аяты, а рабы милостивого – это те, которые ступают по земле смиренно. Из суры Аль-Фуркан. Помню, я закончил эти джузы в благословенной Мекке. По милости Аллаха, тогда я участвовал в конкурсе чтецов Корана по 10 джузам, где главным призом была путевка на умру. И тогда я в первый раз совершил умру. И, субханаллах, мне захотелось закончить заучивание Корана на причистой земле, там, где началось его неспослание. Хвала Аллаху за это! Машаллах! А что побудило вас стать хафизом и посвятить себя Корану? Субханаллах! Во-первых, это милость Аллаха. Затем важную роль сыграли мои родители. Мой отец, да помилует его Аллах, и моя мать часто приносили мне кассеты. Тогда были кассеты. Они приносили мне кассеты с записями Корана. Я слушал шейха Абдул-Басыта и шейха Аль-Аджами, шейха Аль-Кахтани и других известных чтецов Корана. И, субханаллах, я проникся ими. Также повлияли и некоторые другие родственники. Например, мой дядя по матери был чтецом Корана, обладавшим красивым голосом, и он оказал на меня влияние. Так, по милости Аллаха, на меня повлияло мое окружение. Маша Аллах, Аллахума Барик. Вы сейчас имам этой мечети, верно? Да, это мечеть Аль-Кайяль в провинции Зарка и Ордания. И, как я знаю, вы сейчас работаете над докторской диссертацией. Да, я работаю над докторской диссертацией по арабскому языку в университете Аль-Хашмия. А какая тема вашей диссертации? Тема моей диссертации, я постарался выбрать тему, близкую к тому, чем наделил меня Аллах Табаракова Та'аля. Ее тема – проявление звуковых особенностей в чтении аятов Корана и их отражение на передаче смысла аятов Корана. За основу я взял труд шейха Ибрагима Аддаусари, выявление смысла аятов посредством исполнения Корана. Но у меня больше акцент на арабский язык и способы произношения. А шейх Ибрагим Аддаусари делает акцент на шариатскую сторону. Поэтому я взял его труд как одну из важных основ в своей докторской работе. Также за основу я взял книгу «Красота исполнения аятов Корана в свете фонетики» доктора Мамдуха. Эти две книги послужили важными основами для моей докторской диссертации. Если говорить в общем, то ее смысл заключается в эффекте, который оказывает чтение Корана нараспев определенным образом. Я говорю не про сам голос, а про то, как определенные интонации, паузы и тому подобное влияют при чтении Корана на смысл аятов. Прошу Аллаха облегчить вам защиту вашей диссертации. Амин, я Роббаль Алямин. Красивый голос – это исключительно талант от Аллаха или можно сделать его красивым? Этот вопрос – является ли красивый голос талантом от Аллаха Аззаваджалля? Да, это талант, дарованный Аллахом. Люди отличаются друг от друга. У них разные тела, разные голоса, разные языки. И таким же образом голос при чтении Корана бывает разным от человека к человеку. Красота голоса – это дар от Аллаха Табарака Ва Тааля, которую человек не может себе приобрести. Однако есть упражнения и тренировки, помогающие сделать голос более податливым. В чтении Корана у нас есть наука таджвид. Это важная наука в чтении благородного Корана. Мы читаем Коран в рамках определенных правил, за пределы которых мы не можем выйти. Поэтому мы должны соблюдать таджвид. Как сказал Ибн Аль-Джазари, соблюдение таджвида – явная обязанность. Кто не соблюдает таджвид при чтении Корана, грешит, потому что с ним Аллах не спасал его, и таким он до нас дошел от него. Таким образом, это тоже относится к красоте чтения Корана. Если голос чтеца сырой, грубый, но он начинает читать правила таджвида, изучать их, учить их у шейхов, его чтение становится краше. Значит, у таких, как я, есть надежда? Даже если у человека нет красивого голоса, но при должном усердии что-то может получиться? Он сможет сделать свое чтение Корана намного красивее. Но если говорить про уровни тональности голоса – высокий, низкий или средний, то это зависит от того, какой голос тебе дарован. Потому что у каждого человека свой определенный диапазон голоса. Поэтому я советую некоторым людям определить свой диапазон голоса. Потому что, например, кто-то может навредить своему горлу, пытаясь сделать свой голос выше, и это приведет к постоянной проблеме с голосом. Чтецу также следует знать некоторые вещи, связанные с голосом, чтобы подпасть под слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, украшайте Коран своими голосами. Это относится к украшению Корана посредством красивого голоса. А красивый голос привлекает слушателей. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, выбрал Беляля для провозглашения Азана, поскольку у него был звонкий голос. Голос является средством донесения послания Корана, средством донесения послания Ислама. Есть же и другой хадис про то, как один сподвижник читал Коран красивым голосом, не зная, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, слушает его. Напомните нам этот хадис. Однажды пророк, салаллаху алейхи вассалям, слушал, как Абу Муса аль-Аш'ари, да будет доволен им Аллах, читает Коран. Он был одним из чтецов Корана среди сподвижников, наряду с Убэй ибн Каабом, Абдуллахом ибн Мас'удом. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал про Ибн Мас'уда, кто желает читать Коран таким образом, как он был неспослан, пусть читает его, как Ибн Ум Абд. Что касается хадиса Абу Муса аль-Аш'ари, то однажды, услышав его чтение, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал ему, тебе была дарована свирель из числа свирелей семейства Дауда. И Абу Муса аль-Аш'ари сказал, если бы я знал, что ты слушаешь меня, то я бы читал намного краше. То есть, о посланник Аллаха, я могу читать еще краше. Этот хадис обращает наше внимание на важный вопрос, что украшение голоса является шариатским требованием. Поэтому некоторые неверующие сильно проникаются чтением Корана. Чтение Корана – это не просто механические действия. Нет, Коран нужно читать с душой, с чувством, с искренностью, убежденностью, подчеркивая смысл аятов интонациями. Поэтому чтец должен быть вооружен не только таджвидом, но и тафсиром, чтобы он понимал смысл аятов. И это отражалось на его чтении и голосе. Полагаю, что сегодня, во время молитвы Иша, при чтении Корана, вы изменяли интонацию голоса именно по этой причине. Да, это не какой-то математический расчет, что в таком-то аяте я прочту в таком-то маками, а в таком-то в таком маками. Это зависит от того, насколько ты чувствуешь эти аяты. Зависит от смысла аятов, которые вы читаете, да? Осознание смыслов – это то, что приводит тебя к исполнению аятов Корана определенным голосом или интонацией, которые лучше всего передают смысл этих аятов. Поэтому в некоторых аятах слушатель понимает, что ты читаешь что-то радостное, или читаешь про угрозу или гнев Аллаха, или обещание наказания, или описываешь рай, описываешь ад и так далее. Это подводит нас к тому, что для чтеца очень важно изучать арабский язык. Чтобы стать чтецом высокого уровня, ему следует изучать арабский язык. Верно, чтобы понимать то, что он читает из благородного Корана. К сожалению, бывают чтецы, которые знают наизусть весь Коран, не ошибаясь ни в одном аяте, но не знают арабский язык. Что помогает сделать голос красивее при чтении Корана? Как мы сказали, этому помогает обучение управлению голоса. Но прежде этого и прежде всего остального, есть одна очень важная вещь для чтеца, которой он обязательно должен вооружиться. Это искренность перед Аллахом Табаракава Та'аля. Чтец должен быть искренним перед Аллахом Табаракава Та'аля. Ведь, как сказал посланник Аллаха, есть чтецы, которые будут возвышаться посредством своего чтения Корана. Чтецу Корана скажут, читай и восходи, отчетливо произноси слова, как ты делал это в земной жизни. И поистине, место твое будет соответствовать последнему прочтенному тобою аяту. Но также первым, кем разожгут огонь ада, будет чтец Корана, который читал Коран и не действовал согласно ему. Поэтому обязательно твое чтение Корана должно быть искренне ради снискания довольства Аллаха Табаракава Та'аля и правдивым. Откровенно говоря, искренность и хляс – это не что-то легкое. Человек должен бороться со своей душой, чтобы достичь ее. Но это не означает, что если Аллах, аз-за-ваджалля, даровал мне красивый голос и красивое чтение, то я должен избегать публичного чтения Корана из-за боязни показухи. Необходимо найти баланс между этими двумя вещами. Чтение Корана – это шариатское требование, которое необходимо выполнить для донесения этого писания до всех людей, чтобы они последовали этому Корану. Но вместе с тем мы должны читать его искренне ради снискания довольства Аллаха и действовать согласно его предписаниям. Одной из вещей, помогающей обрести искренность, является уединение с Аллахом. Хотя бы по 10 минут в день, хотя бы полчаса в день, прося Аллаха, аз-за-ваджалля, помочь в обретении искренности, сделать все твои деяния искренними ради довольства Аллаха Табарака ва Тааля. Без этого Ихляса Аллах, аз-за-ваджалля, не примет твои деяния, не примет твое чтение Корана. Ихляс также, субханаллах, помогает разъясняющему чтению благородного Корана. Ведь то, что выходит из сердца, доходит до сердца. Это испытанная вещь, и чтецы знают об этом. Когда чтец читает поверхностно, это не оказывает должного эффекта на слушателей. Но когда он читает от сердца, проникновенно, то, субханаллах, это чтение оказывает эффект на всех. Мы просим Аллаха помочь нам в обретении Ихляса, сделать наши деяния искренними ради его благородного лика. Аллах, аз-за-ваджалля, говорит во многих аятах. Тем, кто жертвует свое имущество ночью и днем, втайне и открыто. Или, говорите втайне и вслух, все равно он знает то, что скрывают сердца. Но нельзя позволять шайтану удержать тебя от благих деяний из-за боязни показухи. Оставление благого деяния из-за страха рия само является рия, как сказали об этом ученые. Да воздаст вам Аллах благом. Шейх Хамза, не могли бы вы рассказать, что такое макамы в общих чертах? Некоторые ученые не считают правильным чтение макамами. Некоторые из них называют их музыкальными макамами. Да упасет нас Аллах от смешения Корана и музыки. Это две вещи, несовместимые друг с другом. Я не называю их макамами музыки, а называю их макамами голоса. Потому что голос появился раньше музыки. Поэтому это макамы голоса. И независимо от того, знает ли чтец об этих макамах или не знает, он читает посредством них. Это существующая наука. Но важно отметить, что человек не должен углубляться в эту область, но иметь поверхностное представление, чтобы это помогало ему сделать свое чтение красивее, переходить с одного макама на другой, с одной окраски на другую. Это и есть моя позиция относительно этого. В вопросе макамов есть еще одна очень важная вещь, что при чтении Корана нараспев нужно использовать именно стиль исполнения Корана. Например, некоторые люди изучают какой-то макам, характерный для нашидов, и используют его для Корана. Нет, у Корана есть свой особенный стиль исполнения. Коран не читается как нашиды или да упасет нас Аллах, как песни и тому подобное. Коран читается в своем характере. Характер чтения Корана имеет величественность и достоинство. А исполнять аяты с помощью макамов музыки или изучать эти макамы через музыкальные инструменты или у музыкантов, то ученые не дозволяют это. Нельзя так обходиться с речью Аллаха Табаракова Тааля. Но если ты изучаешь эти голосовые макамы у чтецов, некоторые чтецы читают в определенном макаме. Например, шейх Фарис Аббад читает в макаме Саба. Шейх Мишари Аль-Афаси раньше в молитвах читал в макаме Нагаванд. Также шейх Аль-Хусари читает в макаме Нагаванд. Тауфиq Ас-Саиг тоже читает в макаме Нагаванд. Большинство имамов харама, судейс, шурейм, джухани, читают в макаме Ар-Раст. У каждого чтеца есть макам, которым он известен. Если ты возьмешь эти макамы у чтецов и используешь их в чтении Корана нараспев, то в этом нет проблем. Он не выйдет за пределы норм чтения благородного Корана, поскольку он не изучает их посредством музыки. Это делается для украшения голоса и чтения Корана нараспев. После детального изучения я пришел к такому выводу. Но нужно знать, что некоторые шейхи и ученые занимают более строгую позицию в этом вопросе, чтобы отдалить чтение Корана от музыки и других подобных вещей. Но человек читает Коран в каком-нибудь из макамов голоса, хочет он этого или нет. Поэтому достаточно просто ознакомления с ними. Если мы попросим человека прочитать Коран без макама или с макамом, какая разница в этом? Или любой, кто читает Коран, обязательно читает в макаме? Да, он обязательно читает в каком-нибудь макаме. Он не выйдет за него. Даже если он говорит, я не хочу читать в макаме, он просто читает Коран, он все равно прочитает его в макаме, хочет он этого или нет. Но знание какого-нибудь определенного окраса чтения поможет ему в украшении голоса. То есть ему стоит знать макам, чтобы держаться его, чтобы у него не было беспорядочности. Да, также ему надо знать правила таджвида и придерживаться их. Не выходить за правила таджвида, будь то недопустимое удлинение или недостаточное удлинение некоторых маддов или нунаций. Необходимо придерживаться правил таджвида. Я правильно понимаю, что таджвид важнее красивого чтения? Да, таджвид. Но также необходимо, чтобы чтение Корана было с душой. Человек читает Коран в определенном ритме. Он читает, например, монотонно. Коран не просто произнесение букв, как я сказал в начале, механическое произношение букв. Нет, необходимо, чтобы чтение Корана было с душой. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, во многих хадисах говорил о важности чтения Корана нараспев, об украшении Корана красивым голосом. Определил некоторых чтецов, чтобы люди обучались у них Корану. Похвалил красивый голос. Одному он сказал, у него более звонкий голос, чем у тебя. Другому сказал, тебе дарована одна из ферелей семейства Дауда. Или не из нас тот, кто не читает Коран нараспев. Но необходимо читать так, как было перенято это от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Какие есть современные чтецы высокого уровня? Например, Миншауи, Абдул-Басид, Аль-Хусари. Можете немного рассказать нам про них? Шейх Аль-Миншауи, да смилуется над ним Аллах, один из лучших чтецов у меня. Каждому человеку может нравиться чтение какого-то своего определенного чтеца. Одна из милости Аллаха Аззаваджалля заключается в том, что он даровал нам множество разных красивых голосов чтения благородного Корана. Каждый человек, субханаллах, склоняется к какому-то определенному чтецу. И, субханаллах, как будто этот чтец становится ключом для него. Весь Коран – это, субханаллах, благо. В нем содержатся назидания для нас и для всех людей. Но каждый из нас берет его из определенного источника. И чтец Корана, как сказал шейх Аль-Хусари, да смилуется над ним Аллах, подобен даящему, а слушатель подобен пьющему. Для меня лучшими являются шейх Аль-Миншауи, шейх Аль-Хусари, шейх Абдул-Басид. И каждый из них отличился определенным исполнением, определенной размеренностью чтения. Шейх Аль-Хусари в своем чтении концентрируется на правильности чтения. У Миншауи тоже высокое качество чтения. Но если мы обратим внимание на чтение Аль-Хусари, то увидим, что это обучающее чтение. Поэтому его чтение сильно распространено в Африке. Ты можешь увидеть, что, например, шейх там читает Коран, как Аль-Хусари, а ученики повторяют за ним прочтенный им аят. Есть также множество других чтецов, являющихся знатоками в своей области. Нужно понимать, что существует разница между обучающим чтением и чтением для прослушивания и размышления над смыслами аятов. Поэтому красивый голос и красивое чтение Корана помогает нам лучше размышлять над аятами Корана. И это, в свою очередь, отражается на нашей реальности. Когда чтение какого-то аята оказывает эффект на слушателя, он делает ее своей путеводной звездой. Есть множество хороших чтецов, но самые яркие из них это шейх Аль-Миншави, Аль-Хусари и шейх Абдул-Басыд. А также среди живущих сегодня, Маша Аллах, тоже есть много хороших чтецов. Можете упомянуть некоторые имена из таких? Например, Саад Аль-Гамиди, Махир Аль-Буайкли, Ахмад Аль-Аджми, Али Аль-Хузайфи, Сауд Аш-Шурай. Все чтецы, которых ты упомянул, всех я их люблю ради Аллаха, потому что они люди Корана, но между ними есть различия, в голосе. Некоторые из них уделяют больше внимания правильности чтения. Например, шейх Фарис Аббад читает очень качественно. Также шейх Саад Аль-Гамиди, шейх Аль-Хузайфи. Некоторые чтецы, не хочу называть их по именам, поскольку все они достойные шейхи, которых мы почитаем. Мы почитаем и очень любим их ради Аллаха. Но у них бывают небольшие послабления в некоторых нунациях. Некоторые буквы могут произноситься ими недостаточно точно. Таким образом, существует различие между чтецами. Вы можете рассказать нам немного про шейха Сауда Аш-Шурайма? Шейх Аш-Шурайм, да сохранит его Аллах. Во-первых, мы любим его ради Аллаха очень сильно. Однажды я сказал, что он, возможно, впечатлился чтением шейха Али Джабира, но это оказалось не так. Поэтому я хочу здесь попросить у шейха прощения. Я услышал об этом, но это оказалось не так. Я увидел сходство в их чтениях, потому что они читают в одном и том же макаме. Он и шейх Али Абдуллах Джабир, да помилуют его Аллах. Мне показалось, что он перенял у него чтение, и затем у него сформировалось свое уникальное чтение. Шейх Шурайм отличается очень красивым голосом. Он вызывает почтительность в сердцах. У него свое определенное исполнение. Макам называется Макам Ар-Раст. Его голос, Субхан Аллах, мы считаем, но Аллах знает лучше, как говорят, чтец, который читает Коран, и у тебя появляется чувство, что он страшится Аллаха. Страх перед Аллахом, азза-ваджалля, это основа всего. Его как будто все любят. К нему удивительное отношение, табарак Аллах. Просим Аллаха сделать его и нас из тех, кто читает Коран и возвышается, не из тех, кто читает Коран и становится несчастнее. Могли бы обсудить то, что вначале чтецу стоит следовать за одним из чтецов, пока он не найдет свой макам, верно? Свое собственное исполнение. Смотрите, в начале подражания или следования какому-то чтецу, то место, где он воспитывается, или макамы, которые он слышит вокруг себя, оказывают на него влияние, и он начинает их имитировать. Будь то макам его шейха, у которого он учит Коран, или макам имама мечети, в которую он ходит, или чтецы, которых он слушает. Это обязательно повлияет на него. Эта среда оказывает влияние на чтеца. Когда он слышит чтецов, она формирует у него основы мелодичности. Так, начинающий чтец впитывает в себя другие стили чтения, и впоследствии это отражается на его собственном стиле чтения. Чтец не должен читать монотонно. Его чтение должно быть выразительным, ритмичным. Польза имитирования стиля другого заключается в том, что оно формирует у тебя основы мелодичности. Затем, после этого, у тебя появляется свое особенное исполнение. Подражание другому – это начало. Так начинают большинство чтецов. Я слышал про шейха Фариса Аббада, когда он хотел сформировать свое собственное исполнение. Также и шейх Адаусари, имам в мечети Аль-Харам. Я слышал это от шейха Фариса Аббада, что он читал благородный Коран голосом, то есть так, как читают в молитве, в течение двух часов непрерывно, чтобы у него появился свой собственный стиль чтения. Это является испытанным делом среди чтецов. Наши братья, являющиеся знатоками Корана, знакомы с этим. И когда человек читает Коран, например, в молитве Таравих или Киям, поскольку в молитве Киям Коран читается дольше, у него проявляется определенная интонация или определенный стиль чтения. Субханаллах! Так что он сам удивляется. Субханаллах! Это подарок от Господа миров. Поэтому я говорю, чтобы каждый чтец записывал свое чтение, чтобы извлечь пользу. Слушай свое чтение, смотри, где твои ошибки, до какого уровня ты дошел. Поэтому если у тебя появилась определенная интонация в чтении Корана, запомни эту интонацию и соедини ее со своей собственной основой, чтобы затем в результате многочисленных прослушиваний и работы над своим чтением у тебя появился свой собственный стиль чтения. Шейх Хамза, да, окажет вам Аллах благо. Наши вопросы закончились, поэтому не могли бы вы сказать пару слов нашим русскоязычным братьям? Я закончу это послание хадисом посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он сказал, «Воистину, у Всевышнего Аллаха есть свои люди». Его спросили, кто они, о посланник Аллаха. Он сказал, «Люди Корана». Это люди Аллаха и его особые рабы. Каковы признаки людей Корана? Все, о чем мы говорили на протяжении этого выпуска, является следствием для притворения Корана в жизнь. Признаком людей Корана является то, что они практикуют его. Какая польза в том, что я буду читать аяты Корана, но не буду притворять их в жизнь? Человек должен соответствовать тому, что сказала госпожа Айша, да будет доволен ею Аллах и сделает ее довольной. Когда ее спрашивали про нрав посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, она говорила, «Его нравом был Коран. Он был Кораном, ходящим по земле». Саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому человек должен украсить себя нравами Корана, держаться за Коран. Вспомни о том, что тех, кто устремляется к этому Писанию, Аллах, аз-за-ваджалля, возвышает посредством этого Писания. По этому поводу вспоминается история нашего господина Умара, да будет доволен им Аллах. Однажды он оставил вместо себя кого-то из сподвижников, после чего вышел в путь. Через какое-то время этот сподвижник присоединился к нему. Умар спросил его, «Горе тебе, кому ты оставил Медину?» Тот сказал, «Я поставил на дне одного из рабов или одного из вольноотпущенников». Умар сказал, «Ты поручил Медину рабу или вольноотпущеннику?» Тот сказал, «О, повелитель правоверных!» Этот человек, знающий наизусть Писание Аллаха, соблюдающий обязательные действия. Тогда наш господин Умар сказал, «Субхан Аллах! Поистине Аллах возвышает посредством этого Писания одних людей и унижает посредством него других». И комментируя этот хадис, скажу, что Аллах, азза-ваджалля, возвышает людей Корана посредством Корана. И если они держатся за Него, если они притворяют его в жизнь, но если они не делают это, то он становится доводом против них самих же, и Аллах, азза-ваджалля, унижает их. Мы молим Аллаха сделать нас из числа тех, кто притворяет Коран в жизнь и читает его искренне ради его удовольства, ибо он способен на это, и это в его руках. И я хочу сказать нашим братьям и сестрам, сколько у тебя в день из Корана, сколько ты читаешь из него, взгляни на себя, когда ты с Кораном, и посмотри на себя без него, «Сколь бы сильно печаль не окутала сердце, она рассеивается под его слезами, сколь бы тесно не сжались оковы, он – ключ из темницы на волю». Всевышний сказал, «Чья речь прекраснее, чем речь того, кто призывает к Аллаху?» Чтец Корана является также призывающим к Аллаху, азза-ваджалля. Мы просим Аллаха, азза-ваджалля, сделать нас из числа тех, кто держится за это великое Писание, ввести нас в наивысшие сады Фердауса, воскресить нас вместе с пророками, правдивейшими, шахидами и праведниками. Какие они прекрасные спутники. Аминь. Да воздаст вам Аллах благом. И в завершении этой благословенной встречи не могли бы вы прочитать некоторые аяты из Корана? Аминь. 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 А в конце говорится «чтобы Аллах воздал каждому человеку тем, что он приобрел». Здесь можно увидеть, что смысл требует спокойного тона. Чтобы человек задумывался о том, что он сделал в этом мире и что он приготовил за время своей жизни. Что он приготовил для своей будущей жизни. Это помогает проникнуться смыслом аятов Поэтому чтец должен обладать знаниями о смысле аятов Также из того, что касается макамов, мелодичности и понижения или возвышения тона Относится то, чтобы когда чтец читает аяты, где приводятся слова неверующих, которые не подобают в отношении Аллаха Табаракова Та'аля Например, слова иудеев «Иудеи сказали, рука Аллаха скована» То будет хорошо, если чтец прочитает их, понизив голос, поскольку они наговаривают на Аллаха великие слова, клевещут на Аллаха Читает его с грустью и гневаясь на их слова Здесь нужно повысить голос, будто ругая их за то, что они говорят Причисто Аллах от того, как они описывают Аллаха Аззаваджалля Это и есть область изучения чтения Корана нараспев и знания о макамах Такой же пример есть и в Суре Марьям, да? Небо готово расколоться, земля разверзнутся Это можно читать возвышенным голосом, поскольку это великие слова Поскольку их слова вызывают гнев Небо готово расколоться, земля разверзнутся, а горы обрушатся от того, что они приписывают милостивому сына Это излагается определенным голосом Есть чтецы, которые великолепны в этой области Если мы послушаем, как шейх Миншауи читает конец суры Аль-Хашир или конец суры Аль-Фаджир Удивительным образом разъясняющее чтение Особенно в стиле Махфалия Я могу прочитать немного, стараясь выделить смысл некоторых аятов Чем больше чтец знает тафсир, тем лучше и красивее он читает благородный Коран Субтитры создавал DimaTorzok 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 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ مَا شَعَاللَّهُ وَهُوَ الْحَا 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 شَعَاللَّهُ Да почтит и благословит вас Аллах. На этом мы завершим нашу встречу. Надеюсь, что вам было интересно и то, что было сказано, было полезным. И увидимся на следующей встрече. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Продолжение следует...